Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у Зака Салливана, известного американского барабанщика, очень хорошего, плотного. Мы сегодня поговорили с ним, но ввиду того, что комната не такая большая, вы при нашей беседе заметите некоторый сумбур, но по-другому не получилось бы живого разговора, объяснение. Советую вам послушать то, о чем говорит Зак, как он мыслит, как он использует какие рисунки, какие идеи и что лежит в основе всего. Я думаю, что вы пересмотрите некоторые вещи, увидите, насколько хорошо и крепко Зак играет. Я думаю, что это будет интересно и будет хорошей школой. Смотрите и учитесь. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Сегодня мы в гостях у Зака Санина, великолепного барабанщика, можно сказать, уже, наверное, российского, известного по проектам «Моральный кодекс». Сейчас он играет с Тимати, студийный барабанщик. Поговорить, пообщаться с нами любезно согласился помочь Владимир, пиар-менеджер Зака. Зак, спасибо, что согласились встретиться с нами. Давайте поговорим о барабанах, о ваших планах, о ваших проектах. Я знаю, что у вас сейчас готовится проект. Что вы думаете по поводу этого? Расскажите, познакомьте наших. Да, да, да. Так, Зак, спасибо большое, что пришли сюда и для этого интервью. Мы знали, что вы сделаете новый проект, новый музыкальный проект, как быстро возможно. Что вы можете рассказать нам о этом проекту? В основном, мой проект будет не о том, что он будет говорить, но о том, что он будет говорить. Это будет гоппоцел проект. И я буду делать гоппоцел в Россию, по-другому, 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 по-другому. Потому что сейчас многое изменилось с гоппоцелом. И это уже становится другая вещь, и я думаю, что он будет возвращаться к гоппоцелу. Он не Luego говорил, что он был по-другому, по-другому ذ킷 zone, по-del Nastthídому, по-другому, по-другому. И я решил сделать гоппоцелу ощущения к гоппоцелу какой быцел 한데. Это не шоп-ориентированная музыка, это очень грув-ориентированная музыка, очень feel-ориентированная музыка. Все эти элементы, которые не показывают сейчас, потому что это оказалось другим образом. И я думаю, что люди должны понимать, что космическая музыка все занимается чувством, больше чем шопы, больше чем скорость, больше чем все эти вещи, которые сейчас показывают. Это иногда важно, но не реально. Много? Нет, нет, нет. Нет. Собственно говоря, Зак собирается делать проект, который будет играть исключительно госпел, музыку в стиле госпел. Он хочет показать своим проектом всю историю музыки госпел, потому что эта музыка довольно популярна в России, но все-таки не настолько, как хотелось бы, не настолько, как она популярна в Штатах. Собственно, Зак делает акцент в этой музыке на том, что главное здесь не какие-то безумные брейки, не какие-то безумные сбивки и так далее, и так далее. Главное — это хороший, качественный, крепкий грув. То есть вся эта музыка, она будет построена на каких-то классных драйвовых грувах, на каком-то ощущении этой пульсации, на ощущении этих битов, этих грувов и так далее. И еще раз сакцентирую, так же, как сделал Зак, собственно говоря, то, что главное — это именно вот эти грувовые акценты, главное — это ощущение грува в этой музыке. Вопрос, кто еще будет принимать участие в этом проекте? Who will be the other members of your band? I think that's top secret right now. Зак говорит, что это большой-большой секрет на данный момент. Но я надеюсь, что это будут российские музыки. No, they know. They will be from New York. They will be, as myself, authentic gospel musicians. Hammond B3 organ and bass guitar and perhaps second keyboard player. But it will be definitely the Hammond B3, because gospel music started with drums and Hammond B3, and that's all. And now it's a whole big conglomerate multi-tracks and percussion and all these things. But when I started playing in church, when I was 10 years old, it was Hammond B3. Stop, stop, it's the next question for me. It's the next question for me. It's the next question for me. And another one. And it's the second two. I have one of the first two people that will be used. One of the first two people that will need to be used. And again, the band is the organ Hammond B3. Because, because, by the way, the band is carrying out the violin. The sound of the band is a rock guitar. It's the band. And this is the organ Hammond B3. Because, as I was told, the saxophone in the cadence and the band is the band. And this is the organ Hammond B3. Куда мы сможем слушать эту музыку? Я думаю, что мы планируем что-то для септембра. Да, это правда. И я думаю, что это будет конформация. Мы планируем что-то для септембра. Так что конформация выйдет. Она не была подтверждена. Так что вы сможете увидеть ситуацию в септембре. Я думаю, что в следующем месяце все будет подтверждено. И это будет происходить. И вы сможете увидеть. Волва знает. Он знает. Да, действительно, мы планируем огласить первую информацию и показать первые плоды в сентябре. То есть буквально через совершенно маленький срок времени. В сентябре мы начнем этот проект презентовать. Как бы пока больше, к сожалению, нам сказать нечего. Опять же, потому что это большой-большой секрет. Но, тем не менее, да. В сентябре мы начинаем плотно стараться как-то афишировать проект. И показывать, что такое Госпел-музыка. И какая она должна быть на самом деле. Хорошо. Я думаю, что это будет интересно. Мы с нетерпением будем ждать. Ну, это как бы у нас было вступление. Да, а теперь основная часть интервью. Собственно говоря, вопрос, который я не задал, но тоже начал отвечать. Почему барабаны в Нью-Йорке, в Америке много интересного, чем можно заняться. Почему ты начал заниматься на барабанах вообще музыкой и в частности на барабанах. Итак, все эти вопросы. Это были какие-то какого-то 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 интервью. И теперь мы идем к основному. Итак, первая вопрос. Почему ты начал играть на барабанах. Основная идея этой вопроса. Ты живешь в Нью-Йорке. Есть много работы, много работы, много интересных интеракций и так далее. Почему ты решила играть на барабанах? Вау. Ну, моя мама. Моя мама играла в школе. И мой отец, в самом деле, был барабан. И он играл в школе, когда я родился. И моя мама sang, и она directed в школе. И мой отец, он играл в школе. И они использовали радио broadcast на Субъекты, и на Субъекты. И мой отец, он играл в школе. И мой отец, он играл в школе. И, конечно, я был в школе. И, конечно, я был в школе. Я тоже был... Я была в ль Datánh Met consultant и на самом waves. Кстати, я была в онаך начнала в помощь. Я не не мог чтобы мой отец. Но мама не уверена ценности, но моей маме говорила. А вот и multitude. Это shareholders да. Я бы так вместе учил. И это contributed на плате. Сейчас источник из квартиры. Друмы. Перкуссию, драмы. Ничего, который был ритм. И когда я начинал в школу, и я начинал понимать все эти вещи, я думал, я хочу играть на драмы. Это то, что я хочу делать. У меня была эта гравитация на драмы. Я это очень-очень сильно. Попробую? Да. В общем, Честно говоря, Зак решил играть на барабанах. Почему? Потому что, в первую очередь, он вырос довольно в музыкальной семье. Потому что его дед играл на барабанах, а его мать пела в церкви, как раз таки. И, собственно говоря, Зак с детства был окружен музыкой. И сам он этого уже не помнит, как он признается. Но, однако, его мать ему рассказывала о том, что когда он еще был совсем ребенком, он имел такую привычку садиться перед зеркалом, расставлять перед собой какие-то коробки, банки, брать какие-то кастрюли и прочую кухонную утварь с кухни, ставить и стучать по ним карандашами перед зеркалом. Собственно говоря, какое-то конкретное объяснение того, почему Зак выбрал барабаны, он не дает. И единственное, что он может нам сказать, то, что он изначально чувствовал какое-то влечение к барабанам, что-то постоянно изнутри его толкало к ним. И, собственно говоря, какое-то внутреннее движение, какая-то внутренняя пульсация, и, конечно же, музыкальное окружение с детства, вот что способствовало тому, что Зак выбрал именно барабан. Окей. Следующий вопрос. Как от кастрюль, от карандашей ты перешел к игре на установке? Кто был твоими учителями? Какие школы ты смотрел? На кого равнялся? Кто были теми путеводными звездами в мире барабанов? На кого ты равнялся? Кого ты слушал? Как ты пришел к драме после этих боксов, и так далее? Кто были твои учителями? Какие школы вы смотрели и учились от и так далее? Ну, очень много детей в школе. очень много детей, слишком много. Можете перевести это? Окей, окей. В церкви было много детей, очень много детей. И все хотели учиться играть на барабанах. И все хотели научиться играть на барабанах. И мой пастор в церкви тоже был барабанщиком. и и и и последний и внук этого пасторя, он тоже, скажем так, стоял в очереди, да? В очереди желающих научиться играть на барабанах, и он был буквально вторым в этой очереди. А детей, желающих научиться играть, как мы уже говорили, было катастрофически много. В церкви барабаны всегда стояли в углу, и обязательно возле них стоял тот самый органт Hammond B3, о котором мы уже сегодня говорили. Мать Зака все время говорила ему, чтобы он держался подальше от барабанов, от этих детей, которые хотят играть на бракон. Но в результате было, что там энергия меня отгревает, что я могла, 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 вы знаете, от этого участка. Но при всем при этом Зак постоянно ощущал какую-то незримую энергию, которая его безумно тянула к барабанам, и он понимал, что он просто обязан научиться играть на барабанах. Так что я не начал играть на барабанах в первую очередь, я начал играть на перкуссию в первую очередь. А, я понимаю. Примечательно, что изначально Зак начинал играть не на барабанах, он начинал с перкуссии. Кунгас, бонгас, шейкер. Потому что это была другая вещь, которую никто не любил делать. Так что... Просто потому что все хотели играть на барабанах, а перкуссией никто особо заниматься не хотел. Поэтому Зак и взялся за всевозможного рода перкуссию. Да, то есть бонги, шейкеры, тамбурины и прочее. Однажды пастор ушел из церкви, тот самый пастор, который играл на барабанах. И его внук и стал барабанщиком в этой церкви. Пришло время, когда детей желающих стало становиться все меньше и меньше. И все равно моя мама говорила мне. Не пойду туда. И при всем при этом его мама говорила, чтобы он все равно держался подальше. Но все равно это незримая энергия. Я не знал, как играть. Я не знал, как играть. Я не знал, как играть. Большого понятия, как вообще нужно играть на барабанах и что с ними делать. Я просто знал, что я хотел играть. Было только желание. Я не знал, как и что с ними делать, но Зак хотел самовыражаться через них. И он постоянно наблюдал за тем, как играют пастор, а после его внук. Однажды так случилось, что тот самый внук пастора не пришел к церкви. И нет детей, при этом желающих поиграть, тоже не оказалось. И это была моя шанс. И, собственно, этот момент и стал тем самым шансом для Зака проявить себя. Мои ноги не могли не повернуть пастор. Но я просто знал, что если я могла просто держать свои руки на стык и попробовать, я знал, что может быть что-то для меня. И в этот самый момент он сел за установку, почувствовал ногами педали, взял в руки палочки. Опять же, он не знал, что делать, но он все это время чувствовал, что сейчас в любом случае что-то должно произойти, что-то такое, какое-то откровение для него. Я не знал ничего о гриппе, традиционном гриппе, матч-гриппе, французском гриппе. Ничего, я не знал ничего о любом случае. Зак даже не имел ни малейшего представления о правильном хвате палочек, то есть французский грипп, французский хват, прошу прощения, французский хват, традиционный хват и так далее. Ничего, просто ничего этого не было у него в голове, этого знания не было, в принципе. Он просто хотел играть и вокруг никого не было, кто мог бы занять это место кроме него. И я начал играть. Это было как, когда Бог сказал, что если ты хочешь, то вот это. Вот это талант, вот это талант, вот это талант. Если ты хочешь играть так плохо, то вот так, возьми. Это произошло так. Этот момент был похож, как будто Бог сказал ему, ты хотел играть, пожалуйста, садись и играй. Это мой тебе дар, садись и играй, раз ты так сильно этого хотел. И как следствие, после этого момента Зак стал барабанщиком в церкви. Так что, с 10 лет назад, с 10 до 18, с 20 лет назад я был игроком в церкви. Конечно, там были другие люди, но я был главный человек, с 10 лет до 20, или около того, Зак был исключительно барабанщиком в церкви. Несмотря на то, что там периодически появлялись какие-то другие кандидаты, он все равно был главным действующим лицом за барабанами в течение всего этого времени. И в то же время, Госпо-музика превратилась в бас-гитары. За это время музыка Госпел как бы проникла в Зака, в сознание Зака, и к тому же к этому времени появился бас-гитарист. Бас-гитарист, гитарист, гитарист, гитарист. И, конечно, перкуссион был там, кто-то играл перкуссион. Нет мультитраксов, потому что это было слишком поздно. Но потом это была целая бас-гитара, бас-гитарист, перкуссион, и, конечно же, Hammond B3, и гитара. Так что, в то же время, я играл на фриде, на сутки, на сутки и на сутки. Они играли каждый вечер пятницы, каждый вечер субботы и целиком весь день воскресенья. И это была моя практика. Я не учился в школу, я не учился технически. Я не учился в школу, и кто-то сказал, «Окей, ты будешь играть четвертый нот здесь, четвертый нот здесь, четвертый нот здесь». Я просто... Я делал это в церкви. Собственно, вот эти вот выступления в церкви, они были для Зака практикой, занятиями. То есть, он не посещал никакие школы, где ему кто-либо объяснял бы, как правильно нажать палочки, как играть четвертые ноты, восьмые, шестнадцатые, тридцать вторые, шестьдесят четвертые и так далее. Я не знал, что шестнадцатые ноты были. Я не знал ничего. Я просто знал, что... «Окей, я здесь, и я играю, и я получил свою возможность, и я делаю это». Я не знал ничего, ничего. Но это произошло. Это произошло для меня. Зак не знал ничего о технической стороне игры на барабанах. То есть, он не ходил ни в какие школы, и не имел никакого понятия о шестнадцатых и прочих нотах. И единственное, что им двигало, это то, что вот барабаны, вот я за барабанами, я хочу на них играть, и я должен на них играть. И, конечно же, он имел какую-то предрасположенность к этому. Собственно, время, которое уходило у Зака на практику игры на барабанах, составляло три дня, и все эти три дня это были выступления в церкви. Это очень интересно, потому что госпель музыка, если вы посмотрите на историю госпель музыки, когда африканцы были славы, это очень интересный факт, но если посмотреть на всю историю музыки госпель, то она началась еще с времен рабов в Африке. Собственно, получается, что музыка госпель, она началась, как я уже сказал, еще с эпохи африканских рабов, и, скажем так, предысторией музыки госпель является музыка спричал. Итак, эти спиритулы, которые они читали, это превосходило в госпель музыку. Спиритулы превосходили в эволюцию спиритулы, конверсация из одного города до следующего, с драмами. Собственно, из этого жанра и появилась музыка госпел. Изначально это была исключительно вокальная музыка, какой-то вокальный жанр музыки. Впоследствии же он дополнился также барабанами, благодаря тому, что необходимо было связываться как-то между поселениями, делаясь это с помощью барабанов. Итак, если вы слушаете госпель музыку сейчас, если вы играете госпель музыку, и если вы только играете госпель музыку, там есть джаз, там есть функ, там есть R&B, там есть соль музыка, там есть рок. На сегодняшний день музыка госпел представляет собой дикий коктейль из разных жанров, таких как джаз, фанк, рок-музыка, R&B и многих других. Реггэ, соком, реггэ. Госпель музыка просто так хорошо употреблена. Если вы только госпель-драмер, если вы уходите в школу и играете рок или функ, то вы можете, потому что вы играете в школе. Это легко. Музыка госпел предоставляет барабанщику уникальную возможность, благодаря своему набору жанров в ней, играть любую музыку после этого. То есть, если ты в течение какого-то времени играл госпел в церкви, и потом ты уходишь из церкви, и тебе предлагают играть рок-музыку, ты запросто можешь начать это делать, потому что ты уже играл это. Так, как вы играете в школе, это готово для вас, то, что вы будете играть в школе. Если вы хотите играть и играть Р&Б, функ, то госпел препарит вас. То есть, как вы играете, как вы играете, как вы играете, их грустно, как вы играете, как вы играете… Игра на барабанах в церкви готовит барабанщика очень ко многому. То есть, в первую очередь она учит тебя играть правильную группу, хорошую, правильную мощную качевку. И как следствие, благодаря этому, как только ты переступаешь порог церкви, получаешь предложение, например, выступить на каком-то джазовом концерте, поп-концерте и так далее, и так далее, ты можешь запросто это сделать. Мирал Дикотикс В тот момент, когда Зак получил предложение от группы «Моральный кодекс» стать барабанщиком, он немного подумал, но для него оказалось очень просто играть все эти довольно увесистые тяжелые грувы, и при этом, что он не может быть. Что характерно, большинство людей называют подобную музыку «русский рок», но Зак не делит музыку на такие маленькие псевдо-жанры, как американский рок, русский рок, британский рок и так далее. Он считает, что в любом случае все это один большой жанр под названием «рок-музыка». Я просто взял это элементом «моральный кодекс» и просто взял это в «моральный кодекс» и так далее. Зак не ставил перед собой какой-то конкретной задачей сменить даже просто для себя в голове свою квалификацию с барабанщика «госпел-музыки» до барабанщика «рок-музыки». То есть у него не стояла задача о том, что я «госпел-барабанщик» и что же мне делать, как же мне теперь играть рок. Нет, он просто взял те элементы музыки «госпел», все элементы музыки «госпел», которые он играл, и всего лишь немножко их перефразировал, немножко их перевернул для того, чтобы они могли здорово войти в любую рок-песню. Спасибо. А вопрос, если не было учителей прямых, все равно ты кого-то слушал, ты на кого-то ориентировался, как ты понимал, что здесь нужно сыграть грув и какой грув, здесь нужно сыграть брейк. Какую музыку ты слушал, каких барабанщиков? Все равно они в какой-то мере были учителями, наверное. Ты говоришь, что ты не получил ни в драм-школе, ни в драм-школе. Я просто смотрю, когда я по-другому. Так что главная вопроса, кто был ваш... Инфлюенс? Да. Моя инфлюенска была... Хм... С какой стороны, какой стиль музыки мы говорим? Нет, мы не говорим... Просто инфлюенс? Да, да, только драм-школы. У него вы то же знаете... У меня есть... В то время... У нас есть... У него есть мужчина из Охландии, Калифорнии. Он играл бас и он играл драмы. Его имя Джоэл Смит. Джоэл Смит? Джоэл. Джоэл Смит. А где он был? Охландии, Калифорния. Был такой музыкант из Охландии, штат Калифорния. Его звали Джо Смит. Он играл на бас-гитаре и на барабанах. Да, и, знаешь, он играл с драмами, если у него была сессия, то он играл с драмами, и тогда он играл в студию и овергал бас. Когда он работал на студии, он сначала селился за установку, прописывал партии барабанов, потом он брал в руки бас и прописывал линию баса. Я смотрел его, и там был еще один известный драмат из Нью-Йорка, его зовут Бобби Уакер. Есть три партии из Нью-Йорка, которые я смотрел. Бобби Уакер был один партий. Вообще было три барабанщика из Нью-Йорка, которые очень сильно повлияли на игру Зака. Первый из них был Бобби Уакер. И второй партий был Дерек Скофилд. И третий партий был Эдгар Минкс. Эдгар Минкс. И третьим барабанщиком был Эдгар Минкс. Эдгар Минкс. И эти три партий, они очень влияли на меня. Как они играли на груву, как звучит, как энергия была. Это было очень энергично. Эдгар Минкс. И эти три барабанщика являлись основным примером для Зака, для игры на барабанах. И его поражало то, как они играют в целом. И в том числе определенные детали, такие как подача грува, мощность этого грува, мощность ударов. И если ты смотришь на них в церкви, находясь опять же в церкви, то смотря на них ты просто-напросто начинаешь забывать о том, где ты находишься. Настолько просто мощно и драйвово они звучали и играли. И, по иронии судьбы, второй барабанщик, которого мы называли Дерек Сколфилд, он уехал из Нью-Йорка и переехал жить в Калифорнию. И начал играть с Джо Смитом. Так что Джо Смит играл на басу, а Дерек играл на барабану. Так что я вообще шелик, потому что Джо играл на басу, а Дерек играл на барабану. И это просто для меня просто, что я не знал, потому что, у всех из Басского мира, это не было о том, кто лучше, это было о том, что они просто были разные. Для Зака стало большим удивлением этот союз этих двух музыкантов, в особенности потому, что все ценители музыки Госпел, в том числе люди, которые играли музыку Госпел, они постоянно пытались как-то сравнивать этих двух музыкантов. И дело было не в том, кто из них был лучше, а кто из них был хуже, они просто были сами по себе очень разные по игре и по звуку. Окей. А насколько я понимаю из твоего опыта, что не надо ходить в школу, а надо больше иметь практики. Это первое как бы резюме. И второе резюме. Госпел надо играть, а не учиться ломбардо играть, либо Чапина. Как мы понимаем, ты не должен идти в школу, чтобы научиться играть драмы. Ты просто должен практикать, практикать и практикать все время. Основная идея вашего опыта – это практика. Это первая часть вопроса. И вторая часть – это лучше играть гаспельную музыку, чем пытаться играть Дэв Ломбардо, Ларс Судерик и так далее. Потому что гаспельная музыка, если ты не можешь играть гаспельную музыку, ты можешь играть все эти стыли. Да, и вторая часть – это верно. Если ты можешь играть гаспельную музыку, это просто тебя предпочитает за все. Это действительно. Зак еще раз акцентирует внимание на том, что да, действительно, если умеешь играть гаспель, то, соответственно, умеешь играть все, просто все. И теперь нам интересно, почему. Почему? Потому что внутри этого стыла гаспельной музыки есть каждый стыль. Все определенно просто. Это связано с тем, что внутри музыки гаспель – великое множество стилей. Не знаю, если вы понимаете, но блас-бит, ты знаешь, где блас-бит? Ты знаешь, где это пришло? Это пришло от черного гаспельного драма. Блас-бит? Да. Моя жизнь никогда не будет同じ. Да, это пришло от этого. Продолжение следует. Например, Зак объясняет то, что, к примеру, блас-бит, который используется в тяжелой музыке, он тоже пошел из музыки госпел. Это изначально был музыкальный рисунок для госпела. Это изначально был музыкальный рисунок для госпела. Это произошло от основного. Конечно, это превратило в то же самое, но оно произошло от этого. Разумеется, за все время своего существования он несколько видосменился. изменился. Но в любом случае основной корень этого бита остается в музыке Госпела. То же самое и касается такого жанра, как Drum and Bass. То есть он тоже корнями уходит в Госпел. И, к примеру, если немножко ускорить композиции Джеймса Брауна, то получится как раз таки подобие Drum and Bass. Просто увеличиваете скорость и получается Drum and Bass. Этот фонк грув, который... Это Drum and Bass. Как Джорджа Майя. Exactly, exactly. Это стандартный фонковый грув, который он показал буквально секунду назад. Он, если он чуть ускорить, дает как раз таки рисунок для Drum and Bass. И Джеймс Браун, before he was a funk artist, was a gospel artist. И стоит отметить, что Джеймс Браун, прежде чем стал известным артистом музыки Funk, он был музыкантом gospel. Диверситетом gospel music просто потрясающим. И... 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 И не могу сказать больше, чем я могу сказать об этом. Это просто... И... Игорь Нарин, это огромное. Игорь Нарин, это огромный. Я думаю, что теперь будем отдавать детей не в музыкальные школы, а в церкви, для того, чтобы они действительно правильно ощущали время и хорошо играли. Он был виспированы с твоей историей о гаспельной музыке, и он сказал, что, может быть, он будет поставить своих детей не в школах, но в церкви, поэтому они смогут играть гаспельную музыку. И вы знаете, это очень хорошая идея. Это очень хорошая идея. И я вам покажу почему. Сейчас мы в эпоху Ютуба. Я вам объясню почему. Мы сейчас живем в эпоху Ютуба. Ютуба не плохая, но есть мисконцептия о Ютубе. И? Мисконцептия. Мислоидность. Ютуба дает вам информацию, но некоторые информации... Это хорошая, а некоторые... Некоторые не хорошая. Теперь, ситуация с гаспельной музыкой. Клавишна, бейс-плей, драмы, гаспель-синг. Вы можете смотреть Ютуб и попытаться копировать эту идею. Ютуб, несмотря на всю его пользу, он тем не менее может преподносить несколько некорректную информацию для зрителя. И если можно смотреть на Ютубе различные видео с выступлениями музыкантов, которые играют в госпел, где будет также полный ансамбль, это барабаны, это бас, это клавишные, это певец или певица и так далее. Но... Это очень хорошая информация, но... Что, что потеряется, это чувство. Конечно, вы можете копировать наши ноты. Госпелчопс.com Конечно, вы можете копировать это. Но есть чувство Как это играет, в противоположные ноты. Потому что в гаспельной музыке это не про ноты, а про чувство. То есть, когда он сказал, что его дети идут в госпиталь. То сбивки, брейки и так далее, и так далее. Но, к сожалению, сам грув научиться играть через видео невозможно. Я знаю, что в твоей творческой биографии было такое культовое место для всех советских, наверное, людей, российских, как Brighton Beach. Это правда? Да, это правда. Он слышал, что за некоторое время вы играли в таком известном месте для советских людей, называемый Брайтон Beach. Это правда? Да, это правда. Я получил звонок. Я играл на вечеринке. На вечеринке, на вечеринке и на вечеринке. Я играл на очень известном клубе R&B в Манхэттене. В Манхэттене. В Манхэттене. И человек, которого он там заменял, он тоже барабанщик, соответственно. И однажды этому человеку позвонили и предложили поиграть на Брайтон Beach, не хотел бы он постоянно там выступать. Но он не был интересен. Поэтому он дал мой номер этому человеку. Как вы могли догадаться, ему это оказалось неинтересно, и, соответственно, он дал контакты Зака, тем заказчикам. И, опять же, я просто сделал трансляцию от госпельной музыки до игроков с Забивки. Зак попробовал сделать некую трансформацию госпела, добавив в него брейки и сбивки. Собственно, его пригласили в русский клуб на Брайтон Beach, который только-только открывался. И когда он проходил тогда еще первый кастинг на барабанщика в этом клубе, он просто взял и сделал эдакий перевод того, что он играл в госпел-музыке на русскую музыку. Это оказалось довольно просто, хотя бы в силу того, что в любом случае все это завязано, в первую очередь, на груве. Следующий, по главности, компоненты — это звук, время и ощущение. Грува. Я... Я не был так техническим. Они не хотели... Я не могу сказать, что они хотели для технического трансформера. Они хотели для кого-то играть груву. И это просто работало для меня. Это то, что я сделал. И это работало. К тому времени Зак не был очень сильно подкован в каких-то технических моментах игры на барабанах. Но они искали человека, который просто мог бы классно играть грув. И Зак оказался именно таким человеком и для него это оказалось тоже крайне полезно и крайне выгодно. Но я понял это после. Я не понял это во время кастинга. Они не хотели так много технического трансформера. Они просто хотели... Они просто хотели... Кто-то, кого они выбрали для этого клуба, играть грув. И это все. К сожалению, на первом кастинге Зак этого еще пока не понимал. И он думал, что ему нужно показать как бы всю технику, все его какие-то сверхумения, нежели чем просто играть какой-то классный, плотный грув. Так это была моя кастинга к... Потому что раньше этого кастинга... Я не знал... Я знал о России, но я не знал... Просто... О России. Ни везде. Вы видите вещи на новой кастинге. Вы видите слово Русская. Вы видите слово Москва. Вы видите страну Россия. Но вы не понимаете... Все это происходит. Мне. Этот кастинг, он стал таким первым довольно плотным знакомством Зака с Россией, потому как до этого он, к большому счету, не очень вообще понимал каких-то вещей России, не очень много о ней знал, наверное, даже можно сказать, потому что, потому как, когда смотришь телевизор, там какие-то новости, что-то показывают про Москву, про Россию в целом, ты смотришь это, ты воспринимаешь эту информацию, но как такового понимания и осознания вообще, что это конкретно за страна, у тебя не происходит. Это очень долгая история, но Зак попробует рассказать ее вкратце, и, собственно, он был барабанщиком на Brighton Beach, и там же он познакомился с Полиной Гриффит. И она любила, как я играл, и она любила, you know, эти вещи. Она любила звук, она любила грув, она любила чувство, она любила все эти вещи. Ей очень... Полине Гриффит очень понравилось, как играет Зак, его манера игры, то есть, по большому счету, она была буквально потрясена всеми составляющими хорошей игры на барабанах, то есть, это звук, это грув, это ощущение игры, подача, энергетика и так далее. So, she left New York, and she came back to Moscow. Она была в Нью-Йорке, потом она вернулась в Москву. And she started to sing with A-Studio. And one day she called me, she said, «Заки, you want to come to Moscow, baby?» And for me, you know, it was strange, because after my experience with Russian people in Brighton Beach. И однажды она позвонила ему и попросила его приехать в Москву, что, собственно говоря, очень удивило Зака. It seemed like my life, my life started to parallel Russian people. It's just like, when I was in New York, everything, like, like, surrounding my life was something with somebody Russian. after this exposure to, you know, to Russian people. It seemed like everything, you know, everything in different parts of my life was lining up with somebody Russian. It was not strange, but just strange, just the way it happened. Как я уже сказал, Зак был очень удивлен этим звонком, и после этого звонка он обратил внимание на то, что последнее время все какие-то вещи в его жизни, они начинают тем или иным образом пересекаться с Россией. То есть, неважно, это было на Братн-Бич, или же в Нью-Йорке, все это каким-то образом почему-то связывает его с Россией, как-то соотносит, а как-то пересекает его с нашей страной. So I knew, I knew at one point or the other that I was going to come to Russia. I just didn't know when, I didn't know how. But I knew after that, I knew I was going to come to Moscow. Все эти мысли, разумеется, навели его только на один итог. То, что он должен поехать в Россию. Он не знал и было особо неважно, когда, как, на чем, куда конкретно и так далее. Он просто знал, что он должен и он поедет в Россию. So, of course, Полина called me, and we were talking, you know, from Moscow to New York, from Moscow to New York, from Moscow to New York. A few months this was going on. Собственно, стоит отметить то, что переговоры Зака с Полиной Гриффит заняли несколько месяцев, потому как ей приходилось, там, созваниваться с Москвой, созваниваться с Заком в Нью-Йорке, Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Москва, и так далее. So, our studio had, they came to New York, and at this time I was, they came to New York, but I was working in Baltimore, in another Russian restaurant, not even in New York. I had left Brighton Beach, and there was another club that opened in Baltimore, and I was working there. И в итоге получилось так, что группа our studio приехала в Нью-Йорк, но так сложилось, опять же, что к этому времени Зак уже не работал в Brighton Beach, он работал в Балтиморе. в другом, новом, русском ресторане. So, we, they came to Baltimore, to the restaurant, and we met each other, and, you know, it was strange, the chemistry between us. Baga from our studio, Boris from our studio, we had very nice chemistry together. Chemistry, chemistry between us. Они встретились с ним в этом ресторане в Балтиморе, и Зак сразу же обратил внимание на какую-то определенную химию в их отношениях. То есть, при общении Зака с музыкантами из А-студио происходило буквально какое-то смешение, которое, как бы, и должно было произойти. So, we started to play together. И они начали сотрудничать и играть вместе. And the first second we played together was like we played together ten years. The first time they played together was like they played together for 10 years. Boris liked me very, very much, because, you know, you can see in his eyes when we were playing together, how it felt, how we felt, you know, working together for the first time. We don't know each other. You know, we're just meeting for the first time, and we're working together, and all guys in our studio, they were just surprised. It was just wow. And once again, the translation from gospel music to that. Once again, Boris из А-студио очень был доволен тем, как играет Зак, в особенности потому, что между ними возникло какое-то совершенно фантастическое взаимодействие, как между музыкантами. То есть, им не пришлось долго сыгрываться. Не зря Зак сказал, что как будто они играли уже 10 лет. Потому что между всеми музыкантами было потрясающее взаимодействие, потрясающая сыгранность, потрясающее понимание, в первую очередь, между инструментами и между тем, как они все играют. И опять-таки, Зак отмечает, что в этом случае с А-студио он сделал то же самое, как он делал в течение всей своей жизни до этого. Он брал какие-то госпел рисунки, какие-то примочки из жанра госпел, и просто немного их переворачивал, чтобы они работали в новом жанре, в данном случае в жанре поп-музыки с группой А-студио. Зак отмечает, что они пригласили его сотрудничать после трагических событий 11 сентября в Нью-Йорке. В связи с этими событиями все друзья и знакомые Зака поголовно говорили, что Зак, ты абсолютно сошел с ума, зачем тебе сейчас ехать в Россию, ты вообще не понимаешь и так далее. На что Зак, тем не менее, был очень позитивно настроен и отвечал то, что я должен поехать. Зак чувствовал, что это его возможность поехать, это его возможность реализовываться и расти дальше. И как следствие, буквально в течение 30 дней после этого, этого Зак отправился в Россию. Чтобы еще сильнее сократить эту историю, давайте сделаем так. Он приехал на один месяц сначала. И в это же время он встретил Авраама Руссо, с которым они стали друзьями. И так я был в Москве за один месяц, и потом я вернулся в Нью-Йорк. И в следующий год Астудио позвали его продолжать с ними сотрудничать, и он приехал уже на два месяца сюда. Потом он вернулся в Нью-Йорк, потом они снова его пригласили в Москву. И так они опять call me три раза в аж. И я guess, you know, I did something right. Я играла, you know, I играл в force. Я играл в ней, я играла 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 в ней, и я guess это была основная основная понимание своего госпоста. Это worked. И еще, в этом ситуации, это worked. Это просто, это worked. В течение трех лет Астудио приглашали Зака работать с ним, так он и жил в Москве, в Нью-Йорке, в Москве, в Нью-Йорке. И все это время, сколько он с ними работал, он, тем не менее, периодически думал и понимал о том, что все его способности при игре, все его фишки в игре, которые касаются грува, времени, оттяжки, рисунков и прочего-прочего, это все касается Госпела, это все благодаря Госпелу. Именно благодаря этому он мог все это использовать и все это переворачивать в нужном ему русле. Когда Зак приехал в Москву третий раз, ему позвонил Аврам Руссо. Он позвонил ему, спросил Зак, как у тебя дела, и сообщил ему, что известная российская рок-группа, которая называется Моральный кодекс, ищет себе нового барабанщика. Для Зака эта информация не значила, в большом счету, грубо говоря, ничего, потому как он абсолютно не знал, что это за группа Моральный кодекс, он не знал, кто такой Сергей Мазаев и так далее. Собственно, после этого ему позвонил уже сам Сергей Мазаев и пригласил его на кастинг музыкантов. На кастинге из музыкантов присутствовали только Сергей Мазаев, гитарист и директор группы, то есть басиста не присутствовала. Так что, то же самое случилось. Первый раз мы играли вместе, как мы играли в 10 лет. Произошла та же самая магия, что произошла у Зака с группой А-Студио, то есть как только они начали играть, буквально в первые же несколько секунд, появилось ощущение, как будто они играют уже вместе много-много лет. Килдэй war very surprised. He was very surprised, he was very happy, he was surprised. He couldn't really understand how it was possible. But it happened like that. It happened that we played together with such great chemistry. We just played together just like that. It just fit. — Разумеется, это всех безумно удивило, но при всем при этом, опять-таки, стоит отметить, что опять-таки произошла какая-то волшебная магия, волшебное смешение, которое, разумеется, не могло оставить никого равнодушным. — Just a moment. Одну секунду. У меня есть вопрос. Как ты думаешь, почему это происходило со студией, с тем же самым скиллеем из морального кодекса? Они же не играли в детстве госпел. — Что ты думаешь, как это работает с студией и моральным кодексом? Он означает, что все эти парни из этих бандов, они никогда не играли госпел. Так как ты получаешь эту кемистину между этими парними? — Что нужно, чтобы совпасть с остальными музыкантами? Это чувство барабанщика, либо все должны работать на команде? — Ты понимаешь? — Ну, нет. — Что ты нуждаешься, чтобы привести к этой кемистике? Это может быть драма, или это техническое... — Нет, это ничего не связано с техникой. — Нет, это мне нравится играть с грузом. И это был ума правильный суть. И я бы не знаю, что это было бы на техническом подобном. Я think 95 % в любом случае с тем, что я не знаю, что я не знаю, Я реально не люблю технику. Если я вижу, что кто-то делает это в концерте, и я играю груву, и они делают это, это для меня лучшая вещь, в том числе играть какой-то «брейк» или «фил». И Зак не считает себя каким-то супер техничным барабанщиком, причём совсем. И для него самое главное, это когда он выходит на сцену, начинает играть и видит, что люди в толпе начинают потихоньку двигаться в такт его биту, его груву. И это самое главное. Это значит, что он свою работу делает отлично. Отвечая на вопрос про то, как вообще появились сложить эти взаимодействия в студию и в Моральном кодексе. Заговорят, что когда он приходил на кастинг, у него в голове была мысль о том, что там сейчас будет бас-гитарист, и я буду внимательно слушать, что он играет, и стараться играть с ним в унисон, чтобы мой рисунок был как можно ближе к его рисунку. Потому что, опять же, играть в госполе музыку, если ты думаешь о госполе музыке, бас и бас-гитарист – это так. Они вместе. Опять-таки, это подход от человека, играющего музыку госпол, потому что в госполе музыке барабанщик и бас-гитарист, эти два музыканта, они должны быть как единое целое. Но нет бас-гитариста, это только Николай. Но я обнаружил, внутри его игроков, я обнаружил способ играть меньше, играть меньше, играть меньше, играть меньше. технических наворотов в игре, и просто следовать за ним. И получилось так, что Зак действительно играл просто. Зак действительно играл просто. Он играл незамысловатые грувы, для того, чтобы музыка, которая идет из гитары, просто наслаивалась и ложилась сверху на биты, которые играет Зак. И этот подход, опять-таки, он тоже связан с тем музыкальным багажом, который Зак, прошу прощения, который Зак получил, играя Госпел в течение такого длительного количества времени. Со студией получилась та же абсолютная ситуация, то есть не было бас-гитариста, но когда Зак попал на другой кастинг, да, уже третий получается. Я задумал меня, чтобы оставить и я не могла оставить, потому что у меня была какие-то зубы со РНБ и в Нью-Йорке и я не могла оставить. Потому что они хотели меня оставить. Они не хотели мне вернуть в Нью-Йорке, но я хотел не останавливаться. Я хотел оставить на Москве. То есть такой принцип работы, как был со студио Нью-Йорк-Москва, Москва-Нью-Йорк, он не подходил моральному кодексу, а Зак, к сожалению, не мог оставаться в Москве постоянно в тот момент. So I told Mazaio I can come back if you want me to come back, and Mazaio said, ok, we will wait for you. Зак должен был лететь в Нью-Йорк, и он сказал Сергею Мазаеву то, что если вы готовы меня подождать, то я, соответственно, к вам возвращаюсь, и мы с вами работаем. На что Зак получил очень неожиданный ответ. Мазаев сказал, разумеется, мы тебя будем ждать. When can you come back? Two months. Ok, no problem. И Сергея Мазаева даже не смутило, что Зак будет отсутствовать два месяца. So I should come back in two months, but I had some personal, my father passed away, and I called Mazaio and I said I can't come back. I must stay in Нью-Йорк longer. Действительно, Зак должен был вернуться через два месяца, но по семейным обстоятельствам, в тому времени у Закова умер отец, и Зак позвонил Сергею Мазаеву и сказал, что ему нужно еще больше задержаться в Нью-Йорке. I need one more month. Ok, we're waiting for you. Зак даже уточнил, что ему понадобится еще один месяц, то есть его нужно ждать три месяца. Но на что Сергей Мазаев был непреклонен и сказал то, что мы все равно тебя будем ждать. And so I came back, and I think, ok, I work one year with Moraldi Codex, you know, I moved, I left New York completely, left New York, and moved to Russia, and all my friends in America thought that I was crazy. But I knew inside I should be here. I know that God wanted me to be here. Спустя обещанные три месяца Зак действительно приехал в Москву, причем приехал уже окончательно и бесповоротно, и начал длительное сотрудничество с Моральным кодексом. Все друзья Зака, которые находились в Штатах, они ему, естественно, говорили, что это абсолютное безумие, и не стоит вообще этого делать, но Зак был уверен в том, что он должен быть именно здесь и продолжать свой музыкальный путь именно здесь. So, I'm in five years with Moraldi Codex, five years. And when my job with Moraldi Codex finished, Timothy called me. И так получилось, что как раз когда работа с Моральным кодексом для Зака была завершена, ему позвонил Тимоти. And, you know, Тимоти is hip-hop, Russian hip-hop artist. Hip-hop slash pop artist. And once again, you know, the gospel background... И, разумеется, в случае с Тимоти Заку опять помог его музыкальный госпел багаж. It works, it works, it works, it works there. It just, you know, it just works. В этот раз это сработало точно так, как во все предыдущие. And so now I'm seven years with Timothy, and that's it. Сейчас он уже семь лет, как сотрудничает с Тимоти. Отличная история путешествия, приключения американца в России. It was a very nice story about your... About adventures of American in Russia. League of Americans in Russia. Yes, yes. А, вопрос. Ты давно в России, и, безусловно, ты слышишь, встречаешься с российскими барабанщиками. С различными барабанщиками, играющими, наверное, в различные стили. Поп, R&B, ну, российский R&B, хип-хоп, поп-рок. Плюсы и минусы российских барабанщиков. Ты можешь сказать, чем тебе нравятся российские барабанщики? Какие, может быть, есть проблемы? Либо, наоборот, чтобы ты хотел почерпнуть. Ты живешь в России, и, конечно, ты встречаешься с русскими барабанщиками. Бабанщики из разных стилей, как хип-хоп, R&B, рок-н-ролл, поп-музыка и так далее. И, как ты можешь сказать, какие основные проблемы для русских барабанщиков? И, как они должны сделать, чтобы решить эти проблемы? Может быть, нет проблем. Нет проблем, я просто говорю. Я не хочу сказать... Это проблема. Я хочу сказать Тебе, когда я говорю, я будем думать, это не важно, если я, если я Марко, Я белый, Я белый, Я белый, я белый, ты будешь русский, Мы, как барабанщики, Зак принципиально не делит барабанщиков по какому-то национальному признаку, расовому и так далее, это географическому признаку, он говорит о барабанщиках в целом, о барабанщиках всего мира. Мы должны понимать, что мы являемся ядром группы, мы являемся основой коллектива. Мы вместе с нами основу любой группы составляют также басисты, которые постоянно должны работать с барабанщиками просто как единое целое, как единый механизм. Однако же в России существует множество анекдотов, каких-то шуток про барабанщиков и басистов, которые Зак находит довольно-таки отрицательными, в особенности для подрастающего поколения, потому как они дают неверное представление о роли басиста и ударника в группе. Хорошо, это оригинальный ответ, оригинальный ответ на вопрос, что надо делать, не слушайте анекдоты. Он сказал, что это очень оригинальный ответ на его вопрос, и основная идея вашего ответа, что вы не должны слушать все эти шутки о барабанщиках и басистов. Да, это мой вопрос. Я имею в виду, что это не проблема. Это просто мы, как басистов, есть басистов и музыканцы. И я думаю, что мы забываем, как важна наша часть в басистове. Мы, мы, басистов, 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 басистов. Чтобы было более понятно, с этой историей про шутки и анекдоты, Зак хотел сказать, что мы, барабанщики, мы просто-напросто, в том числе из-за этих всяких шуток и прочего, мы забываем о важности своей роли. В музыке в целом и тем более в коллективе. Потому что, помимо того, что мы являемся основой группы, по большому счету, мы являемся, как Зак выразился, мы в принципе являемся группой. То есть барабанщик это и есть группа, это и есть музыкальное лицо группы. Потому что все остальные инструменты, они ложатся на барабаны, а никак не наоборот. Соответственно, если барабанщик плох, соответственно, группа тоже дальше не пойдет. И главная проблема именно в этом, проблема именно в понимании и осознании своей роли в музыке, как барабанщика. Потому что, если вы видите видна, Госпл-чопс, вы видите. Субтитры делал DimaTorzok К примеру, многие барабанщики постоянно, вместо того, чтобы играть какие-то простые вещи, постоянно занимаются показом своих технических умений, то есть постоянные какие-то сбивки, постоянные бреки, постоянные проходки от одного барабана к другому и так далее. И, как следствие, при таком подходе к игре не остается никакого места ни для бас-гитары, ни для гитары, ни для клавиш, ни для вокала, ни для чего. Соответственно, не остается места для музыки как таковой. Получается, что просто музыкант, сидящий за барабанной установкой, занимается исключительно показом и демонстрацией своих технических умений, что не есть хорошо. Потому что музыка делает людей счастливыми, и такой подход не делает их счастливыми, потому что это не музыка. Изак призывает делать музыку и тем самым делать людей счастливыми. Зак находит вообще, в принципе, очень удивительным такой подход у большинства российских барабанщиков к тому, что они делают. И в особенности он цитирует Дениса Чемберса, который однажды в интервью сказал, что вы можете быть супергениальным барабанщиком в техническом плане, играть все, что угодно, и уметь играть все, что угодно. Но если вы не играете музыку, то, соответственно, ничего хорошего из этого не будет. Зак, спасибо. Я думаю, что это как раз хороший финиш для нашего разговора. Что может быть лучше, чем слова великого Дениса Чемберса. Я думаю, что это будет как раз пожелание молодым людям, которые хотят вырасти и играть на профессиональной сцене. Хватит заниматься техникой, занимайтесь музыкой, делайте музыку. Спасибо за это. Спасибо большое. Спасибо. Ты играешь плотно и ровно. Вопрос в том, как воспитать себя, как не плавать, и как играть так по звукоизлечению, и чтобы это звучало крепко. Зак, your style of playing is you playing very straight, and you play full of power. And what people should do to play like that, to play with lots of power and to play straight? Есть ли у тебя упражнения, есть ли у тебя советы, как играть? Maybe you have some advices or some exercises how to play this way. Или надо ходить в церковь. Or you should visit church to play like that. You know what? 50% of it, 70% of it is church. 70% of it is church. 70% of it is church. I'm going to show you an example. Сейчас Зак покажет упражнение, которое он играл, когда ему было 10-11 лет. Он садился, играл упражнения в течении 45 минут или же часа, просто в режиме нон-стоп без остановок. Минимум 45 минут. Минимум 45 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это упражнение играется минимум 45 минут. Вот так вот, прям в режиме нон-стоп. Главным условием является то, что нужно постоянно держать один и тот же ритм. И это упражнение играется без метронома. То есть Зак просто взял за основу темп, в котором обычно исполняются все произведения в жанре госпел в церкви, под которые люди обычно поют. И главная задача – это в течение 45 минут-часа просто выдерживать этот темп, не слетая с него. Это упражнение, собственно говоря, и помогает, научиться играть ровно, научиться играть действительно мощно. Собственно говоря... Что еще? Что еще должен сказать? Все. То, что играете 45 минут, и будете играть как-то. То есть, если вы будете делать это упражнение 45-час, соответственно, это упражнение является довольно-таки основополагающим для развития вот этих характеристик при игре. Вопрос. На что стоит обратить внимание? Ноги, руки, игра в тарелку? Зак, what's the main points in this exercise? I mean, feet, hands, maybe riding, maybe ride? The main point is the ride symbol. It's the bell. It's the bell. The bell and the kick. The kick is like four. Four on the floor. Like disco, like a disco kick, but... Первое, на что стоит обратить внимание, делая это упражнение, это игра в райд и игра ногой на басовом барабане, потому как, в принципе, по идее, в этом упражнении нога идет четвертыми нотами, как в обычном, например, диско... Да, четвертями, как, например, в обычных диско-рисунках. Но просто вкупе с райдом и с малым барабаном получается эффект совершенно другой на слов. Ну, это был простой пример. Сейчас gospel drumming has turned into that and all the breaks and fills in the middle of that. Стоит отметить то, что этот рисунок, это такой образцово-показательный классический gospel groove. Но в данный момент, на сегодняшний день, gospel groove обросли, конечно, огромным количеством сбивок, каких-то других наворотов и... Много больше... внутри этого быстрого темпа. Много больше... Много больше... Много... Много... То есть, тот же самый... То есть, грубо говоря, тот же самый groove, но он играется в еще более быстром темпе, и прямо в него, просто без разбора, засунуто множество, 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 множество грувов и сбивок, сбивок и брейков. Ну, если есть... Да, да, я это видел. Но если у вас失 Bruйт, то это же самое, как играть, если вы играли так много брейки и филы и вы失 corazón, то люди не могут шутки. Они наоборот нужны. Мы называем, в Америке, закрыты. В Америке, закрыты. Акадеки. Ты должен сохранить это. Ты должен сохранить это, в любом случае. Потому что за одну часу они будут идти, и потом они будут остановиться, и потом они будут идти снова. И ты должен иметь стамена и силы, чтобы держать это. И так, когда я был игроком, играл это, в 11 лет, это помогло мне построить, это помогло мне построить силы и стамена для того, чтобы делать то, что я делаю. Главной идеей все равно остается, несмотря на все эти брейки-сбивки, присутствующие в большом количестве в сегодняшнем госполе, главной идеей все равно остается ровность грува. То есть даже если ты делаешь множество каких-то проходок по барабанам в течение игры, в любом случае темп должен оставаться тем же самым. Ни в коем случае нельзя позволить себе слететь с ритма, с темпа. Потому как, если, например, все это исполнять в церкви, когда люди под все это дело поют, они должны даже при бешеных каких-то проходках по томам и так далее, они должны не терять этот грув для того, чтобы продолжать петь. И, собственно, когда Заку было 10-11 лет, это упражнение очень сильно помогло ему в этом преуспеть. Практика лучше для упражнения. П rolling стремительный, по-трицей, по-трицей и праздникам, И заниматься на то время, который будет заниматься с п仙икой в бедах, он должен быть все равно. Да, куда-то же делать сделки, чтобы праздник не слить в ритм, и если вы не могли переехать, то,od they'd take you off. Он не позволит тебе играть. Времени Зак как раз таки и наработал эту ровность своей игры, эту мощь своей игры. В противном случае, если ты начинаешь лажать, назовем это прямо в таком случае, тебя просто-напросто сменят и все. То есть главная фишка это практика. Хороший ответ. Спасибо. Вопрос другой. Только что ты говорил о том, что внутри Госпела сидят множество стилей, они развились. Не важно это R&B, не важно это рок, не важно это там спид метал, бас. Ты можешь показать, как из Госпела вырастали, вот именно грувами, как можно прочесть R&B в Госпеле, как прочесть другие стили. Как примеры. Зак, ты уже говорила, что Госпела музыка является разными стилями, как R&B, Jazz, Funk и так далее. И можешь показать нам, как все эти грувы, как ты вспоминал, как говорили, что ты говорила о драме и басе от фанк, фанк от Госпела и так далее. Можешь показать нам все эти трансформации? Можешь показать нам? Можешь показать нам? Можешь показать вам, что глупо của Госпела может быть Можешь bounce. Сейчас Зак вам покажет, как рисунок из Госпела может звучать как шаффл. For example... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...